Итак, Альберт, вы тут. Алло, как меня слышно, ребята? Слышно меня хорошо? Да, вас слышно. Всех приветствую. Я вижу, что с нами сейчас находятся 12 участников. И всем желаю хорошего дня. И надеюсь, что вы находитесь не в Москве, потому что в Москве наступил транспортный коллапс, и это ужасно. Я так думаю, что и участников у нас не очень много, потому что часть из них просто стоит в пробках, так и не доехав до работы. О чем хотел поговорить? Прежде всего, о небольшой логистике по подготовке к нашему финалу. Достаточно важная информация, это то, что площадка, на которой будет проходить финал, будет доступна для вас примерно начиная с 10-11 часов утра 12 декабря. Точное время сбора я, наверное, объявлю чуть-чуть попозже. Но, тем не менее, можете рассчитывать на то, что вам нужно быть уже в цифровом октябре, вот к этому времени, для того, чтобы установить стул в стул, освоиться с пространством. Мы хотим прогнать все презентации, для того, чтобы все работало. Если у нас что-то не будет работать, или что-то мы хотим поменять, у нас была возможность это поменять. Такая генеральная репетиция, что ли. Я думаю, что генеральную репетицию назначим примерно на 12, но вот наш сбор где-то 10-11. Значит, это первая вещь. Вторая вещь. Я все еще не вижу все команды, зарегистрировавшись на пост-румной сессии, чрезвычайно удивлен этому. Вот. Поэтому, пожалуйста, найдите время для того, чтобы рассказать, что вы там будете участвовать, либо просто скажите, что участвовать не буду. Ну, можете просто написать мне по электронной почте. Значит, третье. Ваша задача сейчас готовить презентацию и вордовский документ по вашей концепции. Значит, давайте в общих чертах пройдемся по слайдам, которые у нас есть по сколку ВМД. Сначала для презентации. Прежде всего, эта презентация не будет зачитываться. Эта презентация исключительно для жуи отбора. Нет, Геннадий, постерная сессия 12-го числа. То есть, она в фойе будет проходить цифрового октября. Я, в общем, неоднократно об этом говорил. Но еще раз повторяю. Ну, давайте сейчас с презентацией разберемся, потом пойдут вопросы. Так. Как здесь листать-то у нас? Альберт, прошу прощения, презентация полностью не загрузилась, поэтому я загрузила по слайдам. Переключайтесь между складками. Так, значит, смотрите. Постановку проблемы и обзор рынка. Значит, ну, здесь, на самом деле, конечно, много писать не нужно, потому что доказательство актуальности и востребованности решения, это понятно. Скорее, здесь, наверное, члены жуи будут оценивать ваши горизонты вообще видения. Слайд 3. Обзор решения. Один слайд. Общее представление о предлагаемом решении, чтобы было проще вникать в детали. Значит, причем детали, понятно, вы можете излагать дальше в вордовском документе, который прилагается. Кроме этого, я обращаю ваше внимание, что неплохо было бы прилагать какие-то дополнительные материалы, как, например, видео, я не знаю, фотоснимки вашего приложения, то есть как, по вашему мнению, это работает. То есть максимально упростите, пожалуйста, задачу жуи по оценке вашего проекта. Так, техническое описание решения. Ну, здесь, наверное, в принципе, понятно. Список диагностируемых заболеваний вы берете из положения, способ получения биомаркеров и так далее, и так далее. Значит, обращаю ваше внимание, на что вот члены жуи в прошлый раз обращали внимание, это, собственно говоря, на чем основывается ваше понимание диагностики, почему вы думаете, что ваша технология будет работать. Значит, было много комментариев о безосновательности заявлений относительно работоспособности того или иного способа сбора данных. Так, также вы должны, конечно, безусловно, осветить инновационность решения или уникальность этого решения. То есть можно сказать, что наше решение не уникальное, мы просто уникальным образом это интегрируем, а можно сказать, что такого сенсора вообще нигде нет, мы сделали совершенно уникальный сенсор, уникальный алгоритм на его основе клинически. Так, описание сенсоров и архитектуры должно доказать реализуемость МДО, описание СНФ, ну, здесь, наверное, понятно, да, просто продемонстрировано. Так, конкурентные преимущества, понятно, доказательства уникальности. Бизнес-модель. Ну, здесь, в принципе, понятно написано, но самое главное, вы должны показать коммерциализуемость, бизнес-сценарии, это буквально описать эти сценарии, как это используется. Можно схематически, делайте просто схемы, графики, я не знаю, мультики, как вам угодно, в вашей фантазии ничем не ограничено. Понятно, да, лучше один раз показать, чем 10 раз писать. Поэтому, если вы сумеете это показать с помощью схемы или чего-то еще, то, ради бога. Так, седьмой слайд. Управление рисками – это ваша возможность, на самом деле, сказать, чего вам нужно от государства. То есть, какие риски возникают, например, регуляторные риски при использовании вашего устройства, и что нужно для того, чтобы их устранить. Команда проекта. Ну, собственно говоря, нужно провести линию между целями проекта, технологиями, которые вы собираетесь развить, и компетенциями команды. Понятно, что самое слабое место, например, в команде одни медики, и совершенно непонятно, как вы будете писать облачные правила, платформы диагностики. У вас айтишников вообще нет. Да, или в команде одни железячники, опять же, нет никаких программистов. То есть, наверное, это неправильно. Точно так же там неправильно в другую сторону. У вас одни айтишники, которые разбираются в создании устройств с программным обеспечением, совершенно отсутствуют медики с диагностическим опытом. Партнеры проекта. Ну, здесь тоже понятно, кто вам помогает в реализации этого проекта, консультируют. И планы реализации концепции. Значит, при этом, наверное, здесь нужно учитывать то, что вы должны показать не просто планы реализации, а также план диагностический, клинического тестирования, и так далее, и так далее. Так, вордовский документ, пожалуйста, нам, Евгений, загрузите. Ага. Как его нам раскрыть? Альберт, прошу прощения, почему-то я неправильно сконвертировался. Буквально одну минуту я сейчас постараюсь поправить. Да, хорошо, давайте перейдем к вопросам, потому что я уже задал. Либо голосом давайте задавать вопросы, или просто пишите в чат. Ну, по постарной сессии я уже ответил. Значит, еще один комментарий. Я знаю, что у многих команд уже есть новости, о которых вы хотели бы сообщить. Например, там, кто-то получил уже статус с резидента Сколкова, кто-то, там, достиг соглашения с ключевым партнером об использовании определенной технологии. Значит, пожалуйста, нужно как-то эти сообщения структурировать для того, чтобы передать нашему пиару для публикации, в том числе на нашем веб-сайте. Значит, пожалуйста, тогда не поленитесь в ваших профайлах, напишите об этом. И, причем, желательно, если эту новость можно указать сейчас, значит, тогда наша команда пиара будет указывать ее сейчас. Если ее нужно указать только 12-го числа, значит, тогда мы укажем ее 12-го числа. Так, дизайн используется именно этот. Ну, в общем, да, мы бы хотели, чтобы использовался этот дизайн, потому что, с одной стороны, он отражает все-таки то, что мы делаем, а с другой стороны, он достаточно простой, не будет много затрат на картриджи у тех, кто будет это печатать. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы или предложения по дизайну, мы с радостью его выслушаем. Но для нас самое главное, чтобы у всех был одинаковый дизайн. Обратите внимание, что дизайн для презентации, который у вас будет на финале, да, он будет другой. Он будет не этот совершенно точно. Так, Катя Болотина просит, чтобы ей дублируют письма о новостях, для того, чтобы ничего не пропустили. Ну, наверное, пожалуйста, если кто еще не знаком с Катей Болотиной, редактором нашего новостного сайта, пожалуйста, имейте это в виду. Так, давайте вернемся к бизнес-модели. Значит, Максим Яцковский спрашивает. Значит, новости к 12-му можно подавать в период с 1-го по 5-й. Ну, в общем, да, можно раньше, можно, наверное, можно даже 11-го. Но главное, просто укажите, что та новость должна быть опубликована именно 12-го. Либо она может быть опубликована раньше. Значит, если она не является такой, там, чувствительной ко времени. Так, сейчас я схлопну свое окно. Ну, что у нас получилось правильно конверкнуть, Евгения? К сожалению, почему-то некорректно отображается, пока не могу загрузить нормальный вид. Ничего страшного. Дойдем сейчас и до этого. Вопрос был по бизнес-модели. Давайте слайд по бизнес-модели. Да, бизнес-модель. Вот вернулись к бизнес-модели. У Геннадия был какой-то вопрос. В чем был вопрос Геннадия? Может, озвучите его, просто голосом скажете. Так, непонятно, так, что, что и так, Геннадий, я не... Ага, вопросы, кем и как будет использоваться МДУ? Непонятно, это сына, и, собственно, давайте голосом все-таки, возьмите, если можете. Я не понимаю ваш вопрос, кем и как будет использоваться МДУ? Ну, вообще, об этом было очень много написано, практически все положение об этом написано. И более того, на самом деле, там написано принципиально, это вы нам должны сказать, кем и как будет использоваться МДУ. Это не вопрос к нам, это вопрос к вам. Непонятно, это сына. И что такое бизнес-сына, и непонятно. Ну, в принципе, это то, как будет пользователь использовать это устройство с точки зрения бизнеса. Значит, как будет использоваться, и кто за это будет платить. Здесь писать сына. Да, здесь писать сына. Я думаю, что можно его не только писать, там, как, знаете, пишут сына и пьеса, типа, Иван пошел за МДУ, доктор измерил давление с помощью МДУ. Наверное, не это имеется в виду. Наверное, имеется в виду, что просто вы описываете, возможно, кратким языком, либо схемами, либо видео, либо мультиками, то, как это будет использоваться. Значит, ну, в общем, да, бизнес-модель вы можете описать так, как наиболее доступным для восприятия членов жуи способом. Это надо понимать. Значит, на какой адрес засылать готовые документы? На тот же самый адрес, который вы использовали для отсылки документов на полуфинал. Сейчас еще раз его пишу. Инструкция, собственно говоря, по тому, куда посылать и в каком формате это высылать, она будет разослана, не знаю, даже, потому что накануне. То есть у нас еще есть немного времени. Мы еще раз это продублируем. Так. А, да, еще, слушайте, я забыл еще упомянуть одну важную вещь. Значит, по поводу жуи очного тура. Значит, сначала несколько вещей. У нас вот сейчас рейтингование ваших бумаг, которые вы нам отправляете, оно будет идти по следующим критериям. Инновационность, уникальность решения, доказательность этого решения, компетенция и команда решения, продвинутость в степени создания вашего решения. Сейчас, что-то еще у меня было. А, и коммерциализация этого решения. Значит, это получилось 5 критериев. На самом финале, я думаю, что будет у нас еще шестой критериев. Это, типа, артистичность исполнения. То есть, только, собственно, как вы выступили, на вашу презентацию. Это должен быть хороший питч, который обычно делают стартапы. То есть, это не должно быть скучное и унылое выступление. Это, наверное, самое главное, что вам нужно понять. Поэтому нужно хорошо, прежде всего, к нему подготовиться. Значит, у нас в жюри будет, наверное, примерно 30% иностранцев. То есть, людей, для которых основной язык английский. Во-первых, нужно исходить из этого. Потому что вообще просто будет много иностранок, очень гостей. А, во-вторых, я думаю, что вот презентацию, которую вы делаете для финала, необходимо также сделать дубль ее на английском языке. Тогда людям будет, там будет синхрон, но необходимо также, чтобы вы вот дубль этой финальной презентации делали обязательно на английском языке. Вот это вот еще тоже важно, замечательно. Так. Давайте вопросы. Геннадий, я на все ли ответил, все ли понятно? Ага. Значит, по поводу презентации. Вам в вордовском документе, который мы раньше рассылали, значит, следующие требования по времени. Если сейчас презентация, которую вы делаете, требования всего лишь ограничений по объему, но нет, понятно, никаких требований по времени, то на финал, финал будет происходить следующим образом. Еще раз, постерная сессия, это можно отдельно поговорить. Значит, примерно в 16.00 мы начинаем с там, приветственных речей официальных лиц, которые к нам придут на открытие. И далее начинается, собственно говоря, ваше выступление. На выступление отводится 7 минут. Из них, я так мыслю себе, что примерно полторы минуты в начале идет ваше видео о проекте, если оно есть. Если его нет, то дальше все 7 минут на вашу презентацию. Значит, если есть видео, то, соответственно, полторы минуты на видео и где-то примерно получается минут 5 на презентацию. После этого я предоставляю слово одному из экспертов для того, чтобы он высказал свое мнение о проекте. То есть, собственно говоря, я назначу одного эксперта, одного проекта для того, чтобы просто было интересно выступать, интересно, собственно говоря, слушателям. И в таком режиме мы должны примерно закончить все это до половины седьмого, до семи часов, по моим расчетам. В семь часов в жюри удаляется на полчасовое совещание будет перерыв. Значит, где-то в 19.30 выступление нескольких партнеров. Например, интел, который вручит свои собственные призы. После этого объявление победителя, вручение чека победителю. И все. Так, значит, отвечаю. Критерии оценки не могли бы в письменном виде переслать. Как только мы их сделаем в письменном виде, мы тут же доведем их до вашего сведения. Но еще раз, пожалуйста, запомните, это несложно. Инновационность, уникальность, доказательность ваших технологий с точки зрения доказательной медицины, коммерциализация, конкурентоспособность, написание сенаев, продвинутость команды в соответствии с компетенцией команды заявленным целям, презентационные навыки. Ну, это вот для презентации. Так, когда присылать английский дубль? Я думаю, что английский дубль будет нужен к 12-му числу. Наверное, хорошо все это собрать вместе до 10-го числа, чтобы распечатанные для англоязычных людей документы иметь уже в районе 11-12. Альберт, у нас есть запрос от Александра на вопрос голоса. Итак, Александр, Вы можете задать Ваш вопрос. Александр? Да-да-да, Вас слышно, задавайте. Вот очень интересно, что проходили мини-интервью с экспертами. Вчера на меня, так скажем, с одной стороны он мне очень понравился, а с другой стороны потряс. Эксперт говорит о том, и я с ним полностью согласен, мы говорим про диагностику. Вот здесь оно больше может быть философия, или все-таки мы действительно диагностируем эти состояния. Эксперт говорит, что диагностику может делать только врач. Мы делаем инструментальную составляющую диагностики. Мои все врачи, которые меня окружают, когда я рассказываю, говорят тоже слово диагностики, надо мной, ну так скажем, мягко говоря, хихикуют. Поскольку я понимаю, они понимают, что все-таки врача исключить из этого процесса полностью нельзя. Вот как здесь лучше быть? Все-таки мы стоим на позиции, кто нам экспресс предложил, там действительно написана диагностика, но они хотят вообще поменять и медицину. Ну, смотрите, я бы так сказал, что Гелены на вас нет. Я боюсь, что вам лучше всего дозвониться до Гелены, обсудить с ней, чтобы она вас проконсультировала. Значит, мое мнение следующее. Я так понимаю, что вы имеете в виду интервью с экспертом Лианой Аганезовой. Да. Нет, 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 нет. Вчера был тот, кто, я извиняюсь, не знаю имя и отчество, но он занимается ультразвуком. И вот последнее мини-интервью, он как раз сказал, что большой перечень заболеваний, и это вряд ли. А, ну, может быть, Владимир Эбизов. Да. Хорошо. Значит, смотрите, я считаю, что на самом деле речь идет, у нас должна речь идет, безусловно, о самооценке состояния здоровья. Мы, собственно, когда задумали все это, мы об этом договаривались. Значит, X-Price сделал еще очень большой шаг намного дальше, чем мы, у многих людей есть сомнения относительно реализации такого шага. Значит, для того, чтобы на самом деле эти сомнения не тормозили нас, собственно говоря, с технологической точки зрения и желания что-то сделать, в том числе и для решения очень важных насыщенных проблем для отечественного здравоохранения, мы решили, что мы говорим, прежде всего, о самооценке. Мы помогаем пользователю самооценить его состояние здоровья и необходимость визита к врачу. Вот что мы и помогаем. У нас ни в одном месте в этом положении не написано, что у нас устройство для использования в больнице. Но диагноз ставится без участия врача. Речь идет не о диагнозе. Слово диагноз может употреблять только врач, в соответствии со всеми нормативами Российской Федерации. Если мы скажем, что у нас устройство поставило диагноз, то, наверное, мы где-то ошибемся, подвергаемся очень-очень серьезной критике. Значит, хочется этой критики. Ну, фактически, да, если не сказать больше. Люди начнут там обижаться и говорить, что это невозможно, это профанация и так далее. И они отчасти будут правы, потому что, если они живут в такой парадигме нашего здравоохранения, то мы здесь живем. Если бы мы жили, я бы поближе к Qualcomm X-Price Foundation, то я думаю, что, может быть, мнение будет чуть другое. Вот про Эстер Дайсон, я думаю, что будет поддерживать другую совершенно точку зрения. Значит, но для того, чтобы просто не хочется ни с кем ссориться, а хочется продвинуться. Продвинуться в смысле, я не знаю, что-то сделать для себя, а в смысле технологически. Мы все согласны с тем, что технологии будут двигаться примерно в этом направлении. Вы уже согласны с этим, потому что, если бы вы не были согласны, то вы не участвовали вообще в этом процессе. Ну, скажем так. Поэтому я считаю, что мы говорим на нашем конкурсе о самооценке состояния здоровья. И, по-моему, в положении там даже сказано об этом. Там, более строго, там все-таки диагноз. И вот даже мы открываем, посмотрите, список диагностируемых заболеваний. Я не знаю, как по-другому сказать. Вы знаете, вы диагностируете автомобиль тоже. То есть, если бы мы действительно пошли там по... Нет, я не спорю. Просто речь идет всего лишь о следующем. Значит, если вот говорить про с формальной, что ли, точки зрения, мы делаем устройство, которое позволяет пользователю самостоятельно произвести самооценку вашего здоровья, и оно выявит вероятность, потому что здесь всегда будет речь идти о вероятности следующих заболеваниях. Все правильно. Вот на Западе это холм-диагностик, и именно какое-то первичное представление... Именно это мы хотим, потому что люди... Для чего это делается? Для того, чтобы сократить, собственно говоря, дорогу человека в больницу, да, и сделать ее проще. Своевременное обращение к ночу поможет человеку сохранить все свое время, деньги государства, и так далее, и так далее. Польза для этого всем очевидна. Это так. Все, спасибо. Все, я получил полный ответ. Вот, так, еще давайте вопросы, сейчас я вернусь. Так, появились какие-то вопросы. Значит, Геннадий, вот все-таки мне хотелось бы понять, я ответил на ваши вопросы, согласно нашим законам диагностику может сделать только врач. Он должен дать письменное заключение. Ну, вот. Господин Ландочкин пишет, что за время подготовки концепции я лично понял для себя, что автоматизированная диагностика возможна. Господин Ландочкин, а из какой вы команды уточните? Мне просто даже интересно. Так. Да, кстати, вот это хорошая мысль у Екатерины, комментарии и вопросы к экспертам. Мы обязательно добьемся этого, если у вас есть вопросы к экспертам, потому что, судя по всему, интервью с экспертами оказались крайне полезной штукой. Особенно я еще раз рекомендую, посмотрите интервью Пешкина, потому что он очень внимательно смотрел на все заявления, по-моему, там Медведев тоже давал интервью, Лиана Ганезова тоже. Ага. Значит, как англоязычные эксперты увидят англоязычную презентацию? Очень просто. Мы им напечатаны. Все презентации будут просто напечатаны. На всех, на каждого англоязычного эксперта. Будем печатаны столько, сколько нужно. Ну, другого способа я не видел. Либо там PDF-версию для каждого iPad'а, к ним дадим. Так. Я правильно... Да, да, в общем, да, мы пока такой срок, собственно говоря, делаем, потому что вы можете отправить это раньше, ну, сегодня 29-е, да? Но не позже. Я думаю, что здесь мы будем очень строги, и будем те, кто опоздал, отсекать. Так. Ну, что же, еще какие-нибудь у нас вопросы? В 11.01. можно? Можно. Да, 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 Роман, вы все совершенно правильно поняли. Более того, к 1 декабря у вас будет вордовский документ и презентация, да, к 1 декабря, а публичная к 12 декабря на русском и на английском языке. Совершенно все верно. Значит, я хочу отметить, что я провожу сессии, такие собеседования со всеми командами постепенно, для того, чтобы ответить на все вопросы. Я, в общем, на самом деле повторяю одну и ту же информацию каждый раз, но мне не жалко, потому что это, по-моему, очень полезно оказывается. Шаблон для публичной презентации, когда будет. Ну, я думаю, что в течение следующей недели мы сделаем. Давайте немного по вашим выступлениям. По вашим выступлениям мы немного поговорим. Значит, смотрите, все-таки финал – это шоу, поэтому нужно, во-первых, хорошо готовиться, хорошо говорить, поэтому, во-первых, нужно сначала решить, кто выступает. Возможно, имеет смысл пригласить, нанять какого-то человека. То есть вас совершенно никто не ограничивает это сделать. Если вы чувствуете, что вы плохо выступаете публично, вас никто не обязывает это делать. Значит, важно, что у вас в команде есть человек, который там может это очень хорошо сделать. Значит, это первое. Второе. Пожалуйста, избегайте таких, знаете, олдскульных слайдов, в которых там десятым кеглом написано несколько абзацев научного текста. Это, в принципе, путь к катастрофе, но это довольно позорно на мероприятии такого уровня. Посмотрите, пожалуйста, по видео, я не знаю, на YouTube полно самых разнообразных роликов, победителей, самых разнообразных конкурсов технологических, в том числе и по нашей тематике. По тематике МХОЛС, медицинские гаджеты на английском, на русском языках. Посмотрите, как это делается. Следующее. Надо учесть, что большинство людей в ЖУИ будут все-таки со стороны медицинского сообщества. Вопросы они вам задавать не будут. Мы рассчитываем, что все вопросы в ЖУИ будут решены в период с 1 по 11 число, когда они будут смотреть ваши документы. То есть, ЖУИ будет задавать вопросы, но оно будет задавать их в процессе того, что мы делаем. Так, секундочку, у меня экран погас. Как эксперты смотрят большую презентацию? Да, конечно, все вместе будут сидеть в первом ряду. Я думаю, что весь первый ряд будет занят экспертом и просто смотреть на все это. Да, это, кстати, хороший вопрос. Стало и для них, чтобы поставить. Так, как эксперты смотрят большую... Да, ну все, я ответил на это. Как эксперты... А, имеется в виду не поближе... Не, ну, конечно, по отдельности. У нас эксперты в разных странах находятся. Конечно, по отдельности. Они не собираются, не смотрят. Мы просто высылаем им критерии. Я критерии эти озвучил. Они рейтингуют от 1 до 10. Так, по поводу видео. Значит, если вдруг вы считаете, что оно вам нужно, но реально некому вам помочь с производством этого ролика, ну дайте знать. У нас тут есть какие-то команды, которые помогают. Я не то, что я навязываю, но... Наверное, найти вам кого-то мы и можем, да, для того, чтобы вам помогли это сделать. Так. Что еще? Ну, в принципе, надо помнить, что... Я просто расскажу о своем опыте Cisco I-Price, значит, как мы там сделали. Было сделано небольшое видео о проекте, по-моему, полторы минуты, что ли. Где-то вот так вот реально. Но в самой презентации мы тоже не постеснялись какие-то ролики вставить. Потому что это на самом деле совершенно очень хорошо работает, как человек объясняет, а потом еще на экране тоже что-то работает. И показывает, значит, как там цена этого использования, либо просто слайд-шоу там чередуются. То есть, если это все вы хорошо отрепетируете, то это будет работать замечательно. Поэтому имейте в виду, формат вашего выступления ограничен ровно счетом тем, чем написано. И он ни в коем случае не подразумевает, что вы должны использовать там унылый опыт остальных участников там диссертационного совета вашего института. Ну, я так примерно говорю, но представляю себе как-то... Может плохо быть, потому что я видел плохие презентации, видел очень хорошие презентации. Ориентируйтесь, пожалуйста, на очень хорошие презентации. Ну что же? Вопросов нет? Вообще меня слышно? Я все говорю в пустоту. Нет, нет, Альберт, слышно прекрасно, все в порядке. Ну все, ладно, хорошо. Ну, наверное, я здесь закончил. У меня через некоторое время встреча с еще одной командой. Я думаю, что мы... По крайней мере, очень много вопросов. Я надеюсь, что я закрыл. Так, ну, если вопросов нет, давайте прощаться. Все тогда, все. Да, подождите, перед финальным мероприятием озвучите, пожалуйста, требования к видеороликам в презентации. Смотрите, я думаю, что, ну, наверное, да, если мы подумаем, значит, как это сделать. Но они, в общем, простые. Максимально используйте офисные форматы. То есть, если это имбедит видео в PowerPoint, то, наверное, лучше всего AV, потому что это встроенный плеер. Да, если вы будете вставлять им по 4, то, значит, он-то потребует QuickTime. Через неделю еще семинар, Катя спрашивает. Ну, я не знаю, я пока не вижу в этом необходимости, но мы... Про встречу 13-го числа есть ли информация? Ну, конечно, есть, но она вся на сайте md.sk.ru. То есть, вот, если вам нужна какая-то информация, ну, пожалуйста, загляните на md.sk.ru. Там все должно быть. Так, ну что, вопросы? Все, если нет вопросов, тогда давайте прощаться. Всем хорошего дня. Спасибо большое вебинару за возможность провести. Спасибо большое всем, что нашли время. Альберт, спасибо большое за ваше выступление. Также, коллеги, спасибо всем. И хорошего дня. До свидания. Да, всем удачи. Ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok